И сегодня в московском районе столицы прошел рейд по магазинам, киоскам и ларькам. Чиновники и представители прокуратуры проверяли торговые объекты вблизи школ и детсадов. Выясняли, реализуют ли в них табачные изделия. По закону это запрещено. Нарушители нашлись. Комиссия сегодня побывала вот в этом магазине. Он в северо-западном районе столицы, вблизи студенческого сквера. Рядом детский сад. Вывеску указывает на торговлю полуфабрикатами. А сам магазин нравится жителям этого дома. Нам очень удобно за хлебом выйти, за молоком выйти, особенно бабушкам. Сидим с малышами. Очень удобно. На магазин торгуют и табачными изделиями, а это уже не нравится комиссии. Съемочную группу по такому поводу, разумеется, тут не ждут и от съемок отказываются. Продавать табачные изделия вблизи образовательного учреждения нельзя. По закону табу действуют на расстояние 100 метров до границы школы или детсада. Делаю несколько контрольных замеров. Данный магазин находится на расстоянии 14,5 метров от дошкольного образовательного учреждения номер 38. Магазину вынесли предупреждение. Контрольные проверки по своей линии проводит и прокуратура. Говорят, бывает, торговые объекты ошибочно определяют расстояние, а где-то подводят незнание. Зачастую в качестве оправдания руководители торговых организаций приводят доводы о том, что они не знали о том, что такие нормы существуют, что расстояние между торговой организацией и образовательным учреждением составляет более 100 метров. Такие доводы существовали. И после действительно аргументов в виде контрольных замеров показывали, что действительно расстояние соответствующее, которое не позволяет им осуществлять реализацию обычных предупреждений. Если предупреждение не возымеет силу и торговый объект добровольно не устранит нарушения, то в ход идут другие меры – штрафы или иски в суд. Правда, сумма штрафов минимальная. Для должностного лица варьируется от 3 до 4 тысяч, для юридического – от 30 тысяч до 40. Ольга Григорьева, Регина Тимофеева, Евгений Анисимов, Республика.